привет всем новый день который мы успешно проспали мы встали только в 21 я сразу же кинулся монтировать прошлый день смонтировал довольно быстро но он получился около 4 гигабайт занимает пространство я стою на крыше идет дождь и я пытаюсь его выгрузить до нуля часов нашел точку в пространстве где нужно стоять с поднятой рукой где скорость выше если не буду так делать то по подсчетам программы я не успеваю до нуля выгрузить он пишет осталось 61 минута а еще обрабатываться он минут 12 будет и она уже за нулем опубликуется я стою тут как чувак который фильме пытается поймать сигнал а скорость передачи данных я смотрю по потреблению энергии от аккумулятора где выше потребление там выше скорость передачи я нашел максимально успешную точку где передача идет быстрее и она писала 61 минута осталось а теперь пишет осталось 41 минута так что если я вот здесь буду так стоять как статуя свободы с поднятой рукой то она должна успеть выгрузиться и минут десять на обработку у него будет до 0 часов а потом нам нужно идти сразу же за водой набрать воды потому что готовили еду и воды почти не осталось вот такой вот дождливый день и машину не загнал да и смысла особого нет у нас ведь нет пленки очень мокро так как сегодня слишком мокро я взял не 4 бутылки по 2 в каждую руку а две всего лишь чтобы другой рукой держать зонт вода кончается интенсивно и не можем же мы пропустить свою вечернюю прогулку вот мы пошли по дождю влог тем временем выгружается там сам пишет осталось 17 минут надеюсь он в таком темпе и продолжит и успеет обработаться вот только встал сразу начал делать и все равно на на пределе все равно это напряженка как в фильмах успеешь не успеешь на грани тебя просто там зазор несколько минут иначе провалено и я мог дальше спать если бы не полинин будильник у полины зазвонил будильник я проснулся и еще дальше сильно хотел спать а я еще цифру не назвал я поспал около 19 часов если слитно но если высчитывать пробуждение на походы в туалет и на просмотр там чего-то уведомлений на смартфоне то почти два часа можно отминусовать я утром проснулся и час с лишним лежал в смартфоне лазил и опять уснул представляете 17 часов проспал и все равно хочу дальше и из-за этого наверное так и спится что погода дождливая ладно мы уже дошли будем набирать 5 литровки с водой у полины 2 у меня 2 под дождиком но не в четверг ну раз такое дело такой дождь и несмотря на то что уже октябрь довольно тепло можно и ноги помыть в ручье приятненько такой поток воды а то пока шел какие-то камушки попали в обувь дома воды нет дома себя не побалуешь приемами душа лишними и частыми сеансами мытья ног а тут ручеек вообще если так подумать октябрь а мы сейчас можем гулять под дождем вполне себе приятненько не замерзая это конечно позитивный момент что там на мне это травинка заставляешь шлепок уплывет а я вспомнил у меня у кого-то или мой или друга какого-то в ручье шлепок уплыл мы после дождя вышли гулять и ноги полоскали вот так в сильном ручье и шлепок училась соскользнул я пытался его догнать а его в бурную реку унесло ну это жестко конечно влажность 99 что же с этим делать а ну я конечно на marketplace ах посмотрю какой-нибудь электрический осушитель но опять же вспоминаю отзывы очень плохие люди пишут что она не работает 99 блин лесен кайфанет у команды хас формуле-1 был узнаваемый начальник о нем много говорили о нем много шутили такой суровый мужчина типа жесткой рукой лет пять он наверно был у них начальником и недавно ушел или уволили его и говорят написал он книгу и в книге использовал изображение боли до этой команды так они на него говорят суд подали на то что он без спроса незаконно использовал раскраску вот эту и бренд команды а у меня на вива эта штука вылазит вот эта фотография и после этого думаешь если они такие агрессивные и ищут с кого бы содрать денег даже на своих бывших сотрудников нападают то как оно оказалось на моем прекрасном вива и не укусят ли они их за бачок сижу играю на playstation vita gta vs city stories какая же она классная каждый раз удивляюсь как это они сделали на psp такую классную полноценную замечательную gta а ночью играл и сильно продвинулся прошел с лайкупер 4 прыжок во времени тот что с русской локализации и полина играла на другой ps vita и я вот сильно продвинулся дальше прошел а сейчас открыли дверь включил candy на продувку на вентиляцию и пытаюсь эти 99 процентов влажности как-то сдвинуть но они пока не двигаются 99 знаете существуют такие зарядки для смартфонов магнитные когда тычок у тебя остается в юсб си порту вас ты потом подносишь туда кабель он магнитится и заряжается я такие несколько раз видел я хотел такое купить на ps vita fat чтобы тычок остался вот там в гнезде зарядки и просто подносить провод чтобы легче заряжать и не нашел их в наличии на экспресс я почти уверен был что такое давно сделали но почему-то на ps vita их нет а на смартфоны дофига и вот смотрю юсби мод чувак меняет на фэдки на витя юсби порт на тайп си видимо чтобы проще и заряжать работа конечно для аккуратных людей которые умеют аккуратно очень паять маленькие детали и инструментов видимо нужно дофига на каждом углу такого паяльщика не найдешь рукастого его в комментах хвалят за то что очень красиво все чисто сделал не знаю как там итог но если он поделился этим наверное у него получилось сделать вид у фэд которая заряжается и передает данные через юсби тайп си чувак ставит еще и аккум от самсунга note 9 от смарта там я посмотрел заявлено 4000 миллиампер у самсовского аккума 4000 а у виташного 200 представляете почти в раз удвоил почти емкость но он дает и место еще много остается то есть в теории можно кум еще длиннее больше ставить но нужно авито без 3g чтобы не выпирал модем и еще больше перепонок вот этих резать возможно придется а так он опять какой-то маленький а еще мне интересно один на другой не получится положить она не закроется по ходу но в общем то выглядит что место еще полно осталось а кум какой-то маленький в смартфонах сейчас аккумуляторы намного больше места занимают в огрызке вообще сделали г-образный угловой аккумулятор чтобы он больше пространства занимал 4000 в виту ведь игровое все-таки устройство я вот и говорил что она 45 часов держит но это видимо у меня было в слабых каких-то играх крайнее время когда играешь на высокой яркости не на минимальной и в серьезную какую-нибудь игру любую из серьезных игр что я тестил она работает 2 часа 40 минут 2 часа 35 минут borderlands 2 uncharted такие дела 240 с таким аккумом она должна подольше работать вот эти вот часа 4 хотя бы должна работать серьезных играх у нас сегодня получается довольно короткий влог и я решил так и рассказать про случай в автобусе люди в комментариях спрашивали в общем прошлом месяце в сентябре в середине 16 числа мы где-то забрали смартфончик 9t и на следующий день забрали пошли playstation vita синюю мою и я с этими двумя гаджетами из полина ездил по городу мы там свои дела делали по точкам ездили ну и конечно же на общественном транспорте и вот порой я что-то говорю критикую про это место где живу не просто потому что я к этому месту привязался критиковать просто ты где живешь ты то и видишь как бы и об этом и говоришь и мы сели в лоховоз зашли в автобус он был полный двери закрылись полно людей и полине нашлось место со временем это не сразу она села ей женщина уступила место у нас было два рюкзака и пакет один рюкзак полина себе взяла тот что побольше у меня остался рюкзак поменьше и пакет и заходит на одной из остановок после нас женщина неприятная у меня в заднем кармане был вот этот новый смартфон который мы только забрали а я лазил в своем и делал там свои дела стоял как бы среди людей и заходит с ребенком короче курва и с собакой и начинает обменять реца суетная неприятная такая что-то вопит бухтит там постоянно мелкие у нее в дверь что-то засунул двери автобуса закрылись он в щель что-то сунул лет наверно 8 пацан она начала на него что-то кричать голос повышать потом достает какую-то приблуду здоровенную в чехле черного и мне говорит убери и показывает на мой рюкзак раза три говорит можно говорит я поставлю я говорю нет нельзя она что-то опять начинает ты чего не понял что ли я подвигаю до упора один пакет по линии отдал место очень много освободилось рюкзак свой поставил у стенки все ставь что хочешь нет она начинает убери убери как будто это ее купленное место и мне же уйти типа некуда и мы там первее появились и это не та ситуация когда уступи женщине на старше вот это говно все я и так не сидел мы оба стояли там но так как я появился раньше я как бы имел право там стоять но она все равно говорит убирай все и подходит жопа лист какой-то конченный мужик я так понимаю он ее даже не знал и начинает на меня тоже гнать типа ты чё не понял ты чё тупой ты чё не слышишь подключаются курвы еще какие-то сзади да он там смартфоне лазит да он в глаза пебется вот это вот началось и в итоге короче пришлось мне рюкзак убрать иначе там драка какая-нибудь началась по у меня даже баллончика с газом нет а там плюс камеры еще стоят в автобусе кому-нибудь в глаз даша потом тебя искать еще будут и скажут что ты был нехороший на самом-то деле мне говорят что ты так говоришь как будто ты не любишь свой народ страну не любишь и вот это все по умолчанию мне вообще на них посрать лишь бы глаза их не видели едешь и едешь а так когда такие ситуации происходят ты начинаешь испытывать действительно ненависть к ним они так тупые овцы стады как стада себя ведут не могут даже нормально на выборах решение принять правильно а тут еще такое происходит и они объединяются и начинают тебя тюкать хотят и в общем-то ничего плохого не делал даже место ей уступил не отказывал я как бы убрал один пакет мы убрали мой рюкзак ставь что хочешь нет она типа такая давай исчезни отсюда вообще уйди продолжала на своем настаивать вот такой вот был случай в автобусе и настолько это мерзкое неприятно и вызывает отрицательные эмоции я все-таки человек положительный такой более веселый какой-то и позитивный настолько это вот плохой был случай что даже не хотелось об этом рассказывать ну так как сегодня влог получился относительно короткий такой то решил все-таки рассказать но не хочу чтобы таким мраком кончалось давайте все таки под конец перейдем к playstation vita начало эту игру проходить еще весной и потихоньку в нее играл играл дошел там до японии ночной этот уровень и много там бегал настя кстати сестра говорит что уровень классный и он ей нравится бегал там долго но в основном заходил в именно что погулять по локации что-то пособирать а сюжет не проходил а вчера полина на 2 витя зашла проходить это дело и я заодно думаю ну на волне того что полина играет вместе играть будет веселее интереснее и решил дальше проходить сюжет и вот за одну ночь там значительно продвинулся и дошел уже до дикого запада вот такая здесь локация следом идет за японией дикий запад красиво пустыня и тут день там ночная локация и сменные дня и суток динамической здесь нет ты постоянно играешь ночью здесь вот солнечная уже яркая локация на штатив смарт не стал ставить думаю долго бегать не буду просто решил показать где теперь бегаю в своей купере только пришел на эту локацию побегал немного я начал тут бутылки собирать помните в готовой сети пакеты так называемые которые мы собирали так вот здесь вместо этого бутылки там у нас 99 вроде пакетов а здесь по 30 бутылок на одной локации вот та япония была там 30 и здесь на вот этой вот вестерновой локации в пустыне тоже 30 я уже вроде 18 собрал из них а вон едет паровоз всего два вагона к сожалению паровоза два нормальных вагона и посередине какой-то сортир маленький ездит зачем это было сделано нам неизвестно буду потихоньку проходить если не застряну а вероятно застряну потому что здесь есть такие боссы неприятные играешь играешь а потом на каком-нибудь бесячем боссе встреваешь и больше не хочется играть если анчарта ты проходишь она действительно во многом воспринимается как интерактивное интересное кино с которым ты взаимодействуешь и нормально проходится плавненько ты поглощаешь контент и сюжет то свой купер больше сделан с затыками с рестартами постоянными ты в каком-то месте застрянешь можешь 30 50 раз рестартовать она сразу проваливается миссия провалена на какой-нибудь ерунде но у меня так получается может если кто-то другой будет проходить будет по-другому но анчарта проходился гладко а в свой купере постоянно застреваю хотя один человек в обзоре вчера сказал что игра почти детская что она легкая но мне так не показалось ладненько на этом будем заканчивать на этом сегодняшний влог все день мы почти весь проспали и всю ночь я играл на playstation vita в слайку пера вот такое вот было сегодняшнее число до завтра пока а